В моем случае это не дано. Какого-то романтического такого предложения руки и сердца, к сожалению, у меня в жизни никогда не было. Всем привет, мои хорошие, с вами Акей Мери, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет мой любимый сет, это горячие роллы, которые я просто обожаю. Мне почему-то кажется, что в этот раз их очень мало. Давайте посчитаем, должно было быть 26 штук. Раз, два, два, три. Нет, все правильно, 26 штук. Это, наверное, я как-то распределила неправильно. Я начинаю. Итак, аплодисменты, я начинаю. Я завтракала и думала, что же такое интересное заснять. Поняла, что я очень-очень хочу горячие запеченные роллы. Давайте вот так поставлю, чтобы вам было видно. Еще подготовила себе сок. Всегда, когда мне делают доставку, я стараюсь всегда, я вам говорила, что спускаться вниз и брать. Хотя я плачу за доставку до квартиры. То есть я переплачиваю именно за доставку до квартиры. И этот доставщик сегодня. И этот доставщик мне говорит, вот я около супермаркета. Я ему говорю, что вы бы не могли поближе к подъезду подойти. То есть я спущусь и возьму. Он такой говорит, ну я стою, да, здесь вы не можете прийти взять. Мне, если честно, с одной стороны это стало неприятно, потому что Фатя, когда делает доставку пиццы, не знаю, роллов, она всегда требует, чтобы ей доставили прямо вот до квартиры. И она всегда мне говорила, что зачем ты спускаешься. Ты же заплатила за эту услугу. А сейчас я понимаю, что она правильно делает. Такими темпами скоро мне скажут вообще, приезжай, сама забирай. Сама вывоз за цену доставки. Когда я снимаю вообще роллы, я всегда так волнуюсь, не знаю почему. Всегда боюсь, что будут комментарии. Вот опять роллы. Что касается негативных комментариев. У меня на канале очень мало негатива, и это очень хорошо. Но все-таки бывает, что люди пишут что-то плохое. И это, если честно, очень сильно меня расстраивает, даже демотивирует, когда я читаю в комментариях что-то подобное. Поэтому мы договорились с моей подругой Шелли, она сейчас вообще не работает, ей заняться нечем. И мы договорились, что она будет чистить мои комментарии. То есть, если реально конструктивная критика, она будет это оставлять. Если же просто человек оскорбляет, она будет блокировать. Сначала удалять комментарии, если человек опять пишет что-то плохое. Тоже блокировать. Пусть на три человека будет меньше у меня подписчиков, но зато это будут добрые люди, которые действительно меня любят. Один человек постоянно мне пишет. Как противно ты ешь? Как можно тебя смотреть? Какой ужас? И под каждым видео. Вот если противно, ну пройди мимо, не смотри. Я же тебя не заставляю смотреть. Ты можешь делать так, чтобы мои видео вообще не рекомендовались тебе. Ну, чтобы под каждым видео оскорблять человека, на мой взгляд, это неправильно. Вот таких людей я просто блокирую. Если они сами не могут отказаться от просмотра моих видео, вот, и несут вот этот негатив, тем самым портят и мне психику, и себе. Я просто их блокирую и все. Они не могут смотреть мои видео. Одна девушка написала огромный комментарий. Я даже, клянусь, его не дочитала до конца. И там сплошные оскорбления. Я взяла этот комментарий, удалила, не стала ее блокировать. Затем она пишет. Почему ты удалила мой комментарий? А что, я должна была его оставить и на него молиться? Может быть, я тебя пропиарить должна была в своем инстаграме? Интересные люди удивляются тому, что написал-то оскорбление. Ладно, я что, это оставлять должна. Ужас какой-то. Не понимаю таких людей вообще. Я понимаю, конечно, что у всех есть хейтеры. Но меня это все равно задевает, честно. Я не могу просто закрыть глаза и сказать, пишите, что хотите. Меня задевает, потому что я читаю. Я сижу, читаю комментарии. Кстати, насчет ногтей еще. У меня опять испортился мой аппарат для коррекции. Я думаю уже ходить в салон. Я не знаю, насколько это будет экономить мое время. Потому что, когда отдельно делаешь себе то одну руку, то вторую, получается, что уходит очень много времени. Но когда ты идешь в салон, еще такой момент, что тебе надо в этот салон ехать. Дорога это тоже время. Поэтому я даже не знаю, как лучше сделать. Самой делать ногти или ходить куда-то. Мне пару страниц писали, что можем тебе бесплатно один раз сделать ноготочки за пиар. Но мне как-то всегда неудобно, если честно. Так как у меня аудитория небольшая, я боюсь, что на нее никто не подпишется. От моей рекламы какого-то эффекта не будет. Боюсь и думаю, да ладно, не буду. Да и не всегда, знаете, место расположения этого человека мне удобно. Я, например, живу в другой части города. Она живет где-то там. В другом месте. У нас просто в Баку очень дешево вот эти услуги. И когда просто начинаешь считать, сколько я трачу денег на материалы, на разные цвета, на наклейки, на стразы. Все приплюсовываешь и понимаешь, что проще пойти просто в салоне и сделать. Вот я люблю, когда мне делает маникюр прям профессионал. Я один раз делала себе кель-лак за 40 манат. За 40, представляете? Стену настолько красиво она нарисовала на моих ноготочках. Аккуратно, прям обалденно. Я, например, вот сколько бы ни делала сама себе кель-лак, мне кажется, никогда не научусь красиво рисовать на ноготочках. На мой взгляд, это либо тебе дано, либо не дано. В моем случае это не дано. Какая вкусная креветка. Как они ее так пожарили. Вчера у Фатии не было настроения. Она мне вечером написала, что она даже отпросилась с работы. Очень плохо себя чувствует. Что сделала я? Сразу собрала манатки, пошла в магазин, купила всяких сладостей. Мне кажется, друзья должны делать именно так. Вот в такие минуты как раз-таки и нужны друзья, чтобы радовать друг друга. Поехала к ней. Хотя время было 8. И она так обрадовалась, как ребенок. Знаете, это идет изнутри. Когда ты искренне дружишь с человеком, и он с тобой. Тебе хочется делать ему приятным. Вкладывать душу в эти отношения. Вот эти вот шапочки. Очень вкусные. Такой интересный вопрос. Тебя парень лично звал замуж. Какого-то романтического такого предложения руки и сердца, к сожалению, у меня в жизни никогда не было. Да, как-то так. Ну, мне делали предложение, но это было очень сухой такой форме. Парень сказал, что завтра наши домашние у вас. Вот это было все предложение. Иногда смотрю, у некоторых блогеров, там, не знаю, парни устраивают такие романтики, не знаю. Там живая музыка, на одно колено встал, сделал предложение. Не знаю, где такие парни водятся, я не знаю. Но я не встречала никогда таких. У меня даже есть идея такая, если у меня будет парень. Сказать Фате, чтобы она надоумила парной, сделать мне красивое предложение. Мы даже с Фатей обговорим детали. А я буду такая, вау, какой сюрприз. Я даже не знаю, что в этой коробке. Кольцо. А что делать? Раз в жизни бывает, правильно? Если парень не додумается. А что тогда делать, а? Упал. Видите, даже такая идея. Хорошо, что есть подруги. У него подруги был парень. Моя подруга всегда говорила, мне очень важно, чтобы вы дружили. В случае, если мы с ним поругаемся, чтобы ты могла на него повлиять. Я говорила, окей. И как только они ругались, он писал мне. И я такая, напиши. Да ты не сам не прав. Вот. Так что, хорошие подруги, это божий дар, ребята. А что нового произошло в твоей жизни за последние полгода? Я поменяла место работы. Чему я очень-очень рада. Это не значит, что на прошлой работе мне было плохо. Просто здесь очень большая разница в зарплате. Кстати, насчет работы мы завтра идем снимать. Но, скорее всего, к моменту, когда выйдет это видео, влог уже с моей работы будет на канале. Если это будет так, то я вам оставлю ссылку в инфобоксе. Что еще поменялось в моей жизни за последние полгода? Выросло количество подписчиков. Нереально выросло. Полгода назад у меня было 7000 подписчиков, например. А у меня сейчас 70. Есть разница? У меня что, хорошо? У меня на канале всегда был хороший прирост. Вот, то есть не было дня, когда у меня меньше 10 подписчиков было в день. Хотя нет, было. Но это совсем только-только я сняла два видео. Следующий вопрос. Ты бы вышла замуж за парня, который ниже тебя или одного роста с тобой? Раньше мне казалось, что это... Нет, неприемлемо. Парень должен быть выше. Парень должен быть старше. Сейчас... Господи, иди так ко мне. Можно я сделаю вот так? Я очень извиняюсь. Просто невозможно взять. Сейчас для меня это ерунда. Самое главное, чтобы у парня были мозги. И все остальное... Неважно. Например, пара Анастасии Решетова и Тимати, например. Настя намного выше, мне кажется, чем Тимати. И они смотрятся очень даже гармонично. Конечно, лучше, если парень выше. Но если он ниже, я считаю, это не проблема. Мне кажется, у нас мир настолько стал современным, что... Это все мелочи. Осталось вот 4 штучки. Танцевала ли белый танец? Насколько я знаю, белый танец, это типа девушка приглашает парня. Да я даже помню, медленный танец ни с кем не танцевала. Или танцевала. Короче, я не помню. Я помню, что на выпускном меня никто не позвал. На вальс. Это в школе. А в уни... Я вспомнила. У меня даже в инстаграме есть в актуальном. Если хотите, заходите и смотрите, как я танцевала медленный танец. С парнем своей подруги. Вот как раз таки с тем, с которым я дружила. А в школе на выпускном меня никто не пригласил. Мне еще так обидно стало. Это, наверное, было связано с тем, что я хорошо не знала своих одноклассников. Я редко приходила в школу. И они постеснялись, наверное, меня позвать. Вот. Мне хочется в это верить. Что они просто постеснялись. Девочка пишет. Прочитай комментарий, который я написала под последней фотографией. Айка, это очень странно. Но я тебя видела во сне. Я думала о фан-встрече перед сном. Прикольно. Это был очень странный сон. Говорят, что видеть во сне наяву, значит наоборот. Мне кажется вообще, Нигиар, да, зовут. Нигиар, передайте огромнейший привет. Мне кажется, мы видим во сне людей, о которых думаем перед сном. Или на подсознательном уровне думаем. Мне очень приятно, что кто-то видит меня во сне. Это так мило на самом деле. Что я видела вчера во сне? Я видела Фадзю во сне. Короче, плохой сон я видела. Как мы типа поругались из-за какой-то фигни. Так мило, что свой сон даже написала в комментариях. Как же я вас люблю. Суши или Макдональдса? Не знаю. Я люблю все. И суши, и пиццу, и Макдональдс, и грузинские хрингали. Обожаю грузинские хрингали. Это очень вкусно. Я очень легко все это съела. Потому что было всего 26 штук. Я основательно подготовилась к видео. Сделала себе кудри, сделала себе макияж. Но, к сожалению, вот с такого ракурса не видно всей этой красоты. И зачем я старалась, непонятно. На этом все. Я всех очень сильно люблю. С вами Блайка Эмили. Всем пока.